И пока весь мир следит за скандалом между Деппом и Хёрд, мы ломаем голову по поводу того, как пользоваться привычными средствами сегодня. Нетфликс недоступен, Спотифай тоже не пашет. Что делать? Ну конечно же, поскорее заходить на GGSell, где вы за пару минут найдете сотни различных предложений с ключиками для самых популярных VPN-сервисов. Без них сейчас как без рук, но с GGSell вы забудете обо всех проблемах. На торговой площадке можно приобрести премиум почти к трем десяткам VPN, так что вы точно найдете среди них свой любимый и самый удобный. Тем более, что цена на премиум куда ниже официальной, что поможет рекордно сэкономить при покупке. А главное, GGSell гарантирует безопасность ваших денег. Продавец заберет оплату только после того, как вы получите и проверите его товар. До этого момента деньги в безопасности хранятся у торговой площадки. Если что-то пойдет не так, вам гарантированно вернут уплаченную сумму. А еще на сервисе вы можете найти множество других приятных товаров, вроде премиумов к Netflix, ключиков к играм и антивирусам. И все это просто по смешным ценам. Давно ломали голову над тем, где посмотреть четвертый сезон очень странных дел? Тогда скорее переходите по ссылке в описании, залетайте на GGSell и пользуйтесь любимыми сервисами, как раньше, в свое удовольствие. Потихоньку громкое разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд подходит к концу. Несмотря на то, что суду и всем следящим за процессом уже и так понятно, на чьей стороне правда, необходимо выслушать все мнения и принять к сведению все доказательства. 20-й день судебных разбирательств подарил нам множество мнений разных свидетелей, и нам точно есть о чем поговорить. С чем связаны финансовые проблемы Джонни Деппа? Что известно о его зависимостях? И что на суде сказал представитель Дисней? Новостей набежало много, так что запасайтесь вкусняшками и устраивайтесь поудобнее. Ну и не забудьте про нашу традицию. Обязательно оставьте в комментах хэштег JusticeForJohnnyDep, чтобы наш ролик увидело как можно больше людей, и они смогли узнать правду. Ну а начнем мы с темы, касающейся зависимости Джонни. Надеемся, что для вас не будет секретом, что Депп, будучи довольно эпатажной личностью, нередко употреблял наркотические вещества. Также Джонни любил и алкоголь, однако на людях он никогда не появлялся в неадекватном состоянии. В какой-то степени Депп типичный представитель стереотипа о рокерах и их пристрастиях. Конечно, мы не оправдываем полностью нашего пирата, но как ни крути, если его увлечения никому не мешают, пусть делает, что хочет. Так вот, одним из свидетелей на недавнем судебном заседании выступил Брюс Уиткин, «Давний друг Джонни». Мужчина поделился рассказом о полном списке веществ, которые когда-либо употреблял Депп. Но также Брюс поведал и о периодах, когда Джонни был полностью чист. Среди таких моментов стоит вспомнить съемки в «Одиноком рейнджере». Кстати, помимо этого Уиткин отметил, что в отношении Хёрд у него сложилось положительное мнение, так как девушка обычно была с ним добра. Правда, Брюс не общался с Джонни с 2018-го, и поэтому полагает, что некоторые из окружения Деппа могли рассказывать актеру неправду о Уиткине, дабы поссорить его с бывшим товарищем. Ну а кем могло быть это самое окружение, вы можете и сами догадаться. Далее стоит поведать вам об актрисе Эллен Баркин, которая выступала свидетелем со стороны Хёрд. Баркин была подругой Джонни в 90-х, и с Деппом ее связывали довольно теплые романтические отношения. Но именно в близких отношениях пара провела всего полгода. Эллен рассказала, что Джонни ревновал ее и очень сильно контролировал, хотя сама дамочка была на тот момент вообще замужем за другим мужчиной, и с точки зрения юриспруденции выслушать мнение одной из бывших актера полезное дело. Только вот отношения эти были 30 лет назад. На суд не пригласили Вайнону Райдер, Кейт Мосс, или даже Ванессу Паради, с которой Джонни был женат 14 лет. Не знаем как вы, но мы считаем, что именно у Ванессы нужно было спрашивать про какие-то признаки домашнего насилия, ну или намеки на него. Но ни одну из женщин на суд даже не позвали. Знаете почему? Еще до начала главного заседания все они высказывались о Джонни исключительно в положительном ключе. И сторона Эмбер не видит смысла брать свидетеля, который не мог бы оклеветать Деппа. А вот бывший бизнес-менеджер Джонни Джоэл Мандел рассказал чуть больше о финансовом состоянии актера. Точнее, мужчина поведал суду, что глобальные финансовые трудности начались у Деппа лишь после того, как сами доходы начали рекордно расти. По словам Мандела, Джонни просто начал тратить больше, чем он получает. Также Джоэл отметил, что Джонни частенько принимал запрещенные вещества. Но именно финансовые проблемы были причиной смены его настроения. А как следствие и злоупотребление всякими веществами и алкоголем. Что тут можно добавить? Со слов Джоэла кажется, что Джонни ребенок в теле взрослого, получивший доступ к большим деньгам. Вместо того, чтобы построить грамотный финансовый план расходов, он скупал все, что видит и расстраивался от того, что денежки утекают. Кстати, раз уж мы заговорили о поведении актера, стоит рассказать вам о Трейсе Джейкобс, агенте по талантам, которая представляла интересы Джонни почти 30 лет. Женщина действительно подтвердила, что за последние 10 лет его поведение изменилось. Но важно отметить, что аккурат в 2011-м на съемках «Ромового дневника» Депп познакомился с Хёрд, и у них завелся роман, который позже привел к разводу Джонни с Ванессой Паради. Адвокат Хёрд спросила про использование Деппом наушника на съемках, а также про смену настроения Джонни. Джейкобс подтвердила эти моменты. При этом Трейси никогда не видела, чтобы Джонни был агрессивным по отношению к женщинам и не наблюдала каких-то травм на самой Эмбер, пока она была в отношениях с Деппом. Также Джейкобс сказала, что Джонни ни разу не увольняли и не отказывались от сотрудничества с ним. В принципе, отчасти это подтвердил и другой свидетель. Тина Ньюман, представитель Диснея, под присягой рассказала, что она не знает точной причины отказа кинокомпании от сотрудничества с актером. Женщина вообще заявила, что не в курсе, на какой стадии находятся шестые пираты, и не уверена, что увольнение Деппа – это результат статьи Эмбер Хёрд. Признаться честно, мы и не ожидали ничего другого услышать от какого-то там левого представителя самой крупной кинокорпорации с подпорченной репутацией в плане подкупов. Как мы уже говорили в прошлом ролике, Дисней сильно налажали с Деппом, и все сейчас это понимают, а значит им надо максимально замять эту ситуацию, заявив, что «Уволили неизвестно за что, а что-то вообще с одной из наших самых прибыльных франшиз мы не знаем». Выводы делайте сами. Кстати, со стороны Хёрд также выступил один агент по талантам. Джессика Кавасович рассказала о преимуществах съемок в Аквамене для Эмбер, так как после этого проекта актриса могла требовать больше гонорар в других фильмах. На данный момент у Хёрд вообще нет других фильмов, которые могли бы сравниться по масштабности с Акваменом. Джессика также отметила, что негативное освещение Хёрд в СМИ и соцсетях отрицательно сказывается на ее карьере. Вообще выступление «Мадам Кавасович» лично у нас вызвало лишь смех, так как в своей речи она прям превозносила первого Аквамена как нечто оскароносное и лучшее, что происходило с киновселенной DC. Также в этот насыщенный день было довольно много подробностей, связанных с так называемым «домашним насилием» со стороны Джонни. Слово на суде взяла Мариса Анданага, детектив и специалист по делам, связанных с домашним насилием. Она рассказала, что полиция в любом случае проводит задержание подозреваемого в насилии или же сообщает в участок о произошедшем, даже если жертва насилия отказывается сотрудничать. А вы должны помнить из наших прошлых видео, что когда сразу несколько нарядов полиции приезжали на вызовы Хёрд в разное время, она всегда отказывалась от сотрудничества. Таким образом, тот факт, что ни один полицейский не сообщил о погроме в пентхаусе и не отметил повреждений на актрисе, может говорить о том, что ничего подобного не было. Причем по этой же теме на суде выступил в качестве свидетеля сам адвокат Джонни. Адам Вальдман рассказал, что лишь одному крупному изданию он предъявил ряд важных аудиозаписей, но в остальном ни они, ни никто из команды Деппа не сотрудничает с другими СМИ и не ведет пропаганду Деппа в соцсетях. Также адвоката спросили, почему он считает, что Хёрд лжет и почему Вальдман полагает, что ее обвинения фальшивы. На что Адам ответил довольно просто. По мнению адвоката, когда в 16-м году Эмбер запросила запретительный ордер, а в сети появились фотоактрисы с синяками, которые сама Хёрд заботливо демонстрировала каждому СМИ, ни один из полицейских не зафиксировал телезных повреждений на теле девушки. Вальдман отметил, что ни один из девяти свидетелей событий либо не видел вообще никаких повреждений, либо не смог ответить на этот вопрос. Также на 20-м дне этого длинного судебного процесса выступило еще два адвоката. Первая Мишель Малруни, к которой в свое время Хёрд обращалась по поводу брачного контракта перед поездкой в Австралию. Затем Малруни один раз общалась с Деппом, который в тот же день ее уволил, после чего с ней перестала работать и Эмбер. Любопытно, что брачный контракт актриса решила составить именно перед поездкой в Австралию, где конфликт между парой накалился настолько, что по итогу Джонни остался без кончика. Пальца. Видимо, готовый сценарий ссоры и план развода у дамочки был намечен уже тогда. Также на суде слово предоставили адвокату Эрику Джорджу, который занимался тем, что проверял ту самую статью в Washington Post на отсутствие моментов, которые могли бы принести вред Эмбер с юридической точки зрения. Говоря проще, удалил из статьи всю конкретику с указанием имен, мест и дат, так чтобы все понимали, что речь идет о Джонни, но докопаться юридически было невозможно. И, наконец, самое важное из этого длинного дня. Тот самый адвокат Джонни, Адам Вальдман, подтвердил, что на Эмбер был подан иск за лжесвидетельствование, основываясь на множестве свидетельских показаний, начисто противоречащих ее единственному мнению. А это означает прямое доказательство будущей победы Джонни в суде. Кстати, в финале Эмбер так и вовсе выдала нечто странное, выбежав из зала суда без разрешения судье, что, в общем-то, считается неуважением к процессу и к самому судье. За это актрису, скорее всего, оштрафуют в ближайшее время. Как видите, 20-й день суда подарил нам много разных свидетелей. Но мы заметили, что никто из них не сказал о том, что Джонни угрожал или проявлял насилие в сторону Эмбер Хёрд. Недавно в сети мы прочитали мнение о том, что Джонни мог подкупить кого-то из свидетелей. Но, ребята, камон! Во-первых, наш пират мало того, что почти банкрот, так еще и просто представьте, сколько нужно денег, чтобы подкупить такое число народу. Каждый из которых при этом говорит свою историю, которая тонкими ниточками связана с другими историями от других свидетелей. И никто из них пока не дал каких-то противоречивых показаний, в отличие от Хёрд. Поэтому, во-первых, просто посмотрите на тонну лжи, на которой Эмбер попадается ежедневно. То ее знаменитая палетка окажется вымыслом, то сломанный нос внезапно будет выглядеть на все сто, то справки она потеряет, ну и так далее. Итог этого суда очевиден, и мы верим, что судья примет верное решение. Justice for Johnny Depp! До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok